Как философия в России и в мире изучается? Это хорошее образование, которое существует во многих вузах и в России и в мире, но проблема в том, что часто специалисты по условному Николаю Кузанскому оказываются не способны ответить на вопрос современности, они просто не понимают, что они скажут. Второй случай – это бесконечная ридинг-группа, посвященная современным авторам, модным школам и направлениям. И люди, которые занимаются на этих ридинг-группах, они говорят о проблемах современности, но они часто используют такой странный вычурный язык, что эти проблемы оказываются не видны. Более того, терминология, которую они используют, теряет контекст собственного возникновения и превращается просто в некоторый стиль речи. Европейский университет хорош тем, что две противоположности в нем чудесным образом снимаются. Профессора могут писать философские книги, посвященные антологии, этике, политической мысли. Часто исследовательские проекты многотомные, книгах за книгой развивают одну и ту же идею. Они публикуются в лучших академических журналах, но при этом они также публикуют колонки на злобу дня, посвященные текущим вопросам, в онлайн-газетах и выступают с публичными лекциями по этому поводу. И эта задача передается студентам также. Каждый студент должен обладать своим исследовательским проектом, у которого будет своя система, историко-философская система, но которая будет прилагаться к актуальным вопросам дня. Если вы понимаете философию именно так, как некоторую систематическую мысль, которая должна отвечать на вопрос современности, то лучшего места, чем Европейский университет, для вашего образования вряд ли найдется.